Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о таком важном элементе ухода за садом, как осенние обработки или искореняющие обработки в саду. Многие из наших садоводов-любителей считают, раз убрали урожай, больше никаких защитных мероприятий проводить не нужно, откладывая это все до следующего сезона, либо ограничиваясь в период листопада обработкой медсодержащими препаратами. Но на самом деле вот этот вот отрезок времени от уборки яблок, груш и другого урожая до начала листопада очень важен для растений, а в частности для общей фитосанитарной ситуации в саду, то есть, так сказать, благополучия в плане болезней. Дело в том, что после того, как мы убрали урожай, это обычно сентябрь, часть октября, растение продолжает вегетацию. У них зеленые листва, идет фотосинтез, и на этих листьях продолжают размножаться грибковые заболевания, накапливая таким образом запас на будущий сезон. И наша задача не позволить этим патогенам, этим вредным грибкам совершить вот такую диверсию. Наша задача как можно больше уменьшить их запас в саду, чтобы будущий сезон наш сад открыл уже оздоровленным. Пока держится теплая погода, необходимо провести обработку нашего сада такими системными препаратами, как Хорус, либо Скор. Скор следует помнить, все-таки более требовательный к температуре препарат. Ему нужна температура воздуха порядка 16 градусов и выше. Хорус более холодостойкий, если можно так выразиться. Им можно работать при температуре плюс 5, плюс 6. Всасываясь в лист, эти препараты не позволяют вредным грибкам размножаться, рассеивать споры и накапливаться у нас в саду. Еще одним важным моментом при защите нашего сада, если вы не сторонник системных препаратов, химических пестицидов, станет обработка карбамидом или мочевиной. Всегда рекомендуется проводить обработку после сбора урожая 7-8% раствором. Всегда помните, что рабочий раствор рассчитывается по действующему веществу. Для того, чтобы получить 7-8% раствор, нам понадобится порядка килограмма этого ценного удобрения. Разведя его в небольшом количестве воды, вливаем в опрыскиватель и доводим объем до 10 литров. И этим раствором тщательно опрыскиваем листву на наших плодовых деревьях и кустарниках. Карбамид, мочевина, не вызывает ожога листьев, но она вызывает гибель расположенного на листьях мицелия плодовых тел грибков и вызывает их гибель. Как следствие, идет оздоровление сада в целом. При обработке мочевины обязательно опрыскивайте также стволы деревьев и почву под ними, на которой лежат листья, лежат опавшие плоды, которые вы можете не заметить. Более того, замечено, что листья, которые были опрысканы мочевиной или уже в период листопада, допустим, селитрой, разлагаются гораздо быстрее. И следующей весной вы увидите, что, если вы, конечно, не сгребли листья, что они буквально рассыпаются в труху, как только наступают первые солнечные деньки. Таким образом, обработка мочевиной помогает, с одной стороны, избавиться от болезней, оздоровить наш сад, а с другой стороны, она же помогает быстро разложить опавшую листву, таким образом, вернув ее в естественный круговорот веществ. Осенью также можно провести еще одну обработку, особенно в тех садах, где буйствуют раковые болезни коры и древесины, например, на яблоне или на груши. Для этого нам понадобится уже в период листопада медный купорос, азофос, бордоская жидкость, любые другие препараты меди. Дело в том, что раковые заболевания, точнее, возбудители этих заболеваний приурочивают разбрасывание, рассеивание своих спор именно к листопаду, потому что в это время образуются свежие листовые следочки, через которые вредителю очень легко проникнуть в растения и вызвать образование раковой язвочки. Поэтому, если у вашего сада не очень благополучная ситуация по раковым болезням, проведите, пожалуйста, еще одну обработку препаратами меди именно в период листопада, когда листья сыпятся активно, когда листья осыпаются, меняя свой цвет. Таким образом, вы надежно предохраните свои растения от болезней не только листовых пятнистостей, но и болезней коры и древесины. Ну и, конечно, убираем опавшую больную листву, заделывая ее глубоко в компост. Таким образом, вы гарантированно избавитесь от источников инфекции в саду. Как быстро вы увидите эффект? Эффект вы увидите уже на следующий год, потому что не будет источников инфекции и болезней в саду станет намного меньше, особенно если вы четко выполняете минимальный регламент по уходу за садом, хотя бы минимальное количество обработок, которые нужно проводить, самое главное, вовремя. Таким образом, не упускайте теплые осенние деньки, чтобы провести в своем саду искореняющие обработки мочевиной, ну и в период листопада, конечно, препаратами меди для яблони и груши. Более того, сейчас, когда начнется листопадок у наших деревьев, самое время провести работу с эмхами или шайниками. В это время, когда деревья находятся в покое, мы можем прекрасно рассмотреть крону и увидеть, где находится скопление этих, в принципе, безвредных организмов. Дело в том, что лишайники сами по себе вреда растению не наносят, но когда их развивается очень много, кора под ними отсыревает, и вот там-то как раз создаются очень благоприятные условия для развития различных раковых болезней. Для борьбы с лишайниками в это время можно использовать крепкий настой золы, так называемый зольный щелок, для чего нам понадобится 2,5-4 килограмма свежей печной золы, которую мы настаиваем в 10 литрах горячей воды в течение ночи. И этим уже раствором тщательно опрыскиваем стволы деревьев. Лишайники быстро гибнут и легко счищаются жесткой щеткой, жестким веником или пластиком-скребком. Но ни в коем случае не используйте для этого острые металлические предметы, чтобы не поранить кору. Таким образом, ваш сад будет всегда выглядеть здоровым, красивым, и, естественно, отблагодарит вас хорошим урожаем в будущем году. До новых встреч на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите наши сюжеты.